Итак, сегодня я хочу рассказать всем, как моему сыну выплатили 42 500 сейчас в сентябре месяце за апрель-май. Итак, каждый казахстанец, которому отказали в марте, мае, апреле месяцах, пришел отказ на получение 42 500, можете получить эти деньги. Для этого вам нужно взять 12-значный код вашей карточки с вашего счета, с любого банка, например, мы взяли в банке народном, потому что ребенок студент, учится в ПГУ колледже, ему 16 лет, и мы пошли на Кривенко 25, это Акимат города Павлодара. Вы в любой Акимат, к которому вы относитесь, районный центр, населенного, любого населенного пункта, идете туда. Почему именно туда? Дело в том, что в мае было постановление, что любой человек может подать заявку на пересмотр отказа 42 500 за март-апрель-май месяце. Приказ министерства был от 22 мая за номером 188. И мы пришли 24 мая. Тот, кто отсматривает мои ролики на YouTube-канале, в соцсетях, они знают, что я опубликовала прямые эфиры. Мы были первыми, кто пришли туда, в наш Акимат, и они на тот момент не знали, как поступать, что делать, куда нас направлять. Поэтому нас направляли в госкорпорацию и в налоговую. Я думаю, что ничего этого вам делать уже не нужно будет. Вам просто нужно будет прийти в городской, вот ваш местный Акимат и подать заявку, стандартная заявка. Затем штаб, который есть, местные штабы, они проводят заседание. Через недельки-две вам нужно будет позвонить просто, узнать номер телефона, позвонить и узнать, какого числа было заседание и какое решение было принято. И уже затем ожидайте выплату на свою карточку. Если в течение недели не поступило, перезвоните еще раз. Все, кто хочет получить эти деньги, может быть, есть у вас еще вопросы, можете мне написать. В посте будет указан мой номер телефона. Всем желаю успехов. Мы получили за апрель-май. Сейчас я делаю максимальную работу, чтобы ребенку выплатили за март-апрель. Итак, каждый казахстанец имеет право на получение 42 500 за период чрезвычайного положения в Казахстане. Всем успехов.